Подтянуть отстающих в учебе юных спортсменов, научить школьников правильно питаться и предостеречь их от употребления наркотиков берутся социально ориентированные некоммерческие организации Хабаровска. Свои проекты они представили на суд конкурсной комиссии. Чтобы получить финансовую поддержку в виде муниципального гранта, НКО необходимо было четко сформулировать цели, задачи и планы реализации своих идей. Я представитель города Хабаровска по всем этим видам спор в своей весовой и возрастной категории. Но есть один минус. В период проведения соревнований я пропускаю от 2 до 10 учебных дней. Догнать программу, а это до 50 пропущенных уроков, самостоятельно без помощи невозможно. Юный чемпион города и края по вольной борьбе и рукопашному бою выступил в защиту проекта общественной организации «Ритм». Если эта инициатива получит поддержку администрации города, то школьникам, занявшим на соревнованиях первые места, будут бесплатно помогать устранять пробелы в знаниях профессиональные репетиторы. Для того, чтобы они были действительно гармонично развитыми личностями, чтобы их забирали университеты не только потому, что они медалисты и спортсмены, но еще и плюс ко всему они интеллектуалы и готовы работать и быть тренерами, педагогами. Я думаю, что это большое начинание, чтобы мужчины были и воины, и в то же время интеллектуально развиты, то есть достойными гражданами нашего общества. Весной администрация Хабаровска выиграла субсидию, опередив другие муниципальные образования края. Полученные средства чуть более 2 миллионов рублей было решено направить на поддержку социально ориентированных НКО города. 24 некоммерческих организаций подали заявки на участие в конкурсе. В этот раз участвуют и новенькие, и опытные, и очень опытные. Но очень приятно, что не те же самые лица. То есть есть организации, про которых я вообще в первый раз честно не слышал. А есть которые уже действительно те, которые когда-либо и президентские уже гранты получали. Среди опытных выездной театр «Кукол Улыбка». В прошлом году на средства выигранного гранта был поставлен спектакль, в котором школьникам рассказали о вреде табакокурения. Сегодня организация готова заняться профилактикой наркомании среди подростков. Мы представляем проект по профилактике наркотиков через кукольный спектакль, который называется «Коварная конфета». И где главная героиня, принцесса Настенька, она попадает в зависимость через маленькую конфетку. В Хабаровске больше 1400 НКО. Треть из них социально ориентированные. Дважды в год они могут претендовать на поддержку, принимая участие в конкурсе муниципальных грантов. Кто получит субсидии из краевого бюджета в этот раз, станет известно уже в конце недели. Мариана Гейт, Наталья Чернышова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. 3,5 тысячи дворовых территорий города подлежат инвентаризации. Как заявили на заседании комитета по городскому хозяйству, это необходимо для того, чтобы их можно было включить в программы по благоустройству. В 2017 году в рамках реализации таких программ выполнен ремонт в 130 дворах на сумму более 230 миллионов рублей. Раньше его не делали, не красили ничего, не ставили нового. Но потом со временем начали все ставить, делать, красить. И двор улучшился. И нам теперь приятнее в нем играть. В этом году жители четырех домов в микрорайоне Рабочий городок стали обладателями муниципального гранта. Для общего двора они приобрели и установили лавочки, детскую и спортивную площадки. По условиям конкурса финансовую поддержку могут получить только те собственники, которые и сами готовы вложить деньги в благоустройство. Оно обошлось почти в полтора миллиона рублей. Половина этой суммы – деньги жителей многоэтажек. В этом году с помощью грантовой поддержки проведен ремонт в 65 дворах на сумму более 60 миллионов рублей. Я привез заявки на 7 дворов. То есть по списку получается 56 номер. Это 4 двора, это одна заявка. С начала октября в мэрии начался прием заявок на участие в государственной программе «Комфортная городская среда». В первый год ее реализации Хабаровску выделено около 100 миллионов рублей. На эту сумму отремонтировано 57 дворов. Работы по благоустройству могут проводиться по нескольким направлениям. Это, будем говорить, сам проезд на территории дворовой, элементы освещения, элементы благоустройства в виде скамейчик и орн. Но кроме этого у нас еще есть дополнительные мероприятия. Это вот малые архитектурные формы, контейнерные площадки, парковки и так далее. Заявки на участие в программе «Комфортная городская среда» принимаются до конца октября. Сейчас в администрацию Хабаровска их поступило уже более 150. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Хабаровские предприниматели стараются кормить горожан вкусными и полезными продуктами местного производства. А вот кормить поставщиков из других территорий стремятся все меньше. На прилавках магазинов в дальневосточной столице нередко можно найти товары с маркировкой «Наш выбор 27». Это продукты, произведенные в Хабаровском крае. Бренд стал широко известен горожанам. Где-то в Инстаграме даже видела, мелькают. По-моему, даже аккаунт есть у них. «Наш выбор 27». Да, по-моему, есть в Инстаграме аккаунт. Ну, что они вкуснее, качественнее, без ГМО, без добавок. И чувствуется, что делают для людей, а не просто так, чтобы раскупали. Продвигают товары местных производителей, в том числе с помощью ярмарки «Наш выбор 27». Летом этого года ее впервые провели на набережной стадиона имени Ленина. Фермеры и бизнесмены со всего края угощали хабаровчан своей продукцией. Кульминацией фестиваля стала губернаторская уха. Угоститься ей могли все желающие. За два дня проведения ярмарки на ней побывало около 110 тысяч человек. Как поддержать интерес к бренду и выставке в дальнейшем, обсудили на заседании общественного совета при комитете потребительского рынка пищевой и перерабатывающей продукции региона. Один из вариантов – сделать ярмарку международной. В следующем году на нее намерены пригласить предпринимателей из Кореи. Для этого собрали инициативную группу. В 20-х числах октября она отправится в Пучон. В старшем группе едет мэр города Хабаровска, Александр Соколов. И мы представим продукцию нашу, поговорим о том, как можем быть полезны друг другу в рамках уже действующей программы. И будем приглашать участвовать в нашей программе, в нашей выставке ярмарки 27, которая будет в июне. Благодаря ярмарке «Наш выбор 27» Хабаровский могут узнать во многих городах Азиатско-Тихоокеанского региона. Тогда местные предприниматели заработают еще больше, чем в 2017 году. В среднем объем выручки от реализации продукции в течение двух дней увеличился от полутора до пяти раз и составил 4,8 миллионов рублей. О ярмарке «Наш выбор 27» в Хабаровске еще услышат. И не раз. Она уже заявлена ежегодной. В 2018-м пройдет 9 и 10 июня. А 4 и 5 августа горожан ждет десерт. На набережной стадиона имени Ленина пройдет Всемирный фестиваль мороженого. Павел Игошин, Алексей Игнатьев. Хабаровск. События. На сегодняшний день в Хабаровске для занятий физической культурой и спортом работают 6 стадионов, 192 спортивных зала, 28 плавательных бассейнов, 3 дворца спорта, 2 легкоатлетических манежа, 5 крутых площадок с искусственным льдом. Каждый вновь построенный спортивный объект моментально попадает в план работы городского спорткомитета и пустовать не будет. Бассейн, который на реках высотки сдается, мы измогносим нашу муниципальную программу. На содержание муниципальных спортивных сооружений ежегодно выделяется порядка 130 миллионов рублей. В этом году на проведение капитальных и текущих ремонтов уже имеющихся стадионов и спортивных площадок выделено 35 миллионов. В городе также реализуется целый ряд новых инвестиционных проектов. Так, к 2020 году в районе Волочаевского городка будет построен дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки спортсменов сборных команд для участия в летней Олимпиаде в Токио. В микрорайоне Ореховая сопка запланировано построить целый физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Краснофлотском районе в парке Северный появится ледовая арена «Вулкан». Цифровое и спутниковое телевидение штурмует телеэкраны дальневосточников. Операторы спешат занять эфирное пространство. С 1 апреля этого года началось спутниковое вещание нового для нашего региона игрока – НТВ+. Его руководители готовы бороться за абонентов. Конкурировать им придется с интернет-провайдерами. Первое – это качество картинки. Вне зависимости от числа абонентов, независимости от числа людей, которые смотрят, качество картинки стабильно всегда. Это наше преимущество перед кабельными операторами, когда абонент приходит, перед интернетом абонентами, когда абонент приходит вечером домой, включает и во всем районе включается, и качество картинки падает, потому что интернет-соединение, скорость его уменьшается. Руководители НТВ+, обсуждают преимущества цифрового и спутникового телевидения с установщиками их оборудования из Хабаровска. Главная задача – предоставить абоненту приемлемые условия. Со своей стороны, чтобы получать качественный сигнал, клиенту потребуется установить спутниковую тарелку. Данную антенну можно установить практически в любом месте. Она смотрится на конструкции дома презентабельно и имеет небольшие габариты. Монтаж занимает в среднем полтора часа, стандартный монтаж. После этого клиенту сразу же запускается контент без всяких задержек. После установки спутниковой антенны хабаровчане смогут смотреть более 130 каналов в хорошем качестве, в том числе и в HD. Плюс к этому пару каналов будут показывать в формате 4К. Активно ведется работа и в интернете. Руководство оператора целенаправленно развивает онлайн-телевидение. В дальнейших планах у НТВ+, улучшать свой контент для зрителя. Ирина Фостовец, Павел Игошин, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. Перед игрой с магнитогорским металлургом на льду Платиномарены был исполнен гимн Российской Федерации. Живым исполнением гимна мало кого можно удивить. Такая практика есть во многих городах. Но гимн на электрогитаре в нашей стране исполняется только в Хабаровске. Практика распространена именно играть гимн на льду, на электрогитаре, больше именно в НХЛ. И, насколько я знаю, Амур – это единственная команда в КХЛ, которая решила это сделать и пригласили меня для этого. Начало матча с магниткой, в котором хабаровчане решили сыграть от обороны, стало обескураживающим для всех присутствовавших в Платиномарене. К середине второго периода Амур проигрывал 0-2. Опытнейшего Александра Фролова это не устроило. И в первый, но не в последний раз у «Тигров» появилась надежда на успех. После того, как тут же Владислав Ушенин сравнял счет, развить успех у хозяев площадки не получилось. Более того, металлурги Сергей Терещенко и Владислав Калетник вновь вернули гостям комфортное преимущество в две шайбы. В третьем периоде хабаровчан могло удержать только чудо, но в этот вечер оно было не в форме металлурга. Как результат, Томаш Загорна и Вячеслав Ушенин сравнивают счет и переводят хоккейный триллер в овертайм, который продлился всего 21 секунду. Победный гол на счету самого хладнокровного защитника Яна Колоржа. Я без нервов играю. Мне кажется, все так играют, потому что не сколько лет играем, а у нас каждая вторая игра такая. И если бы нервничали, тогда бы ничего не получалось. Надо с холодной головой играть и выигрывать. Победа в дополнительное время со счетом 5-4 завершила вторую домашнюю серию хабаровчан. Впереди у Амура матчи в Омске, Астане, Ханты-Мансийске и Новосибирске. Дома болельщики увидят тигра в 29 октября. В этот вечер Амур сыграет с Нижнекамским нефтехимиком. Сергей Щербаков, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События.